Вы знаете, я думаю, что Берлускони — это один из немногих политиков мира, который хорошо себя чувствовал и чувствует как в политическом кресле, так и в обыкновенной жизни. Поэтому его в Италии называют крестным отцом, поэтому его уважают. И уважает, кстати, очень хорошо именно тот самый люд, у которого недостаточно финансов на хорошую жизнь. Его все равно уважают и ценят. Если бы захотели, или, скажем так, если бы смогли утопить Берлускони, как утопили многих политиков, и французских политиков, и немецких политиков, и шведских политиков, в том числе и швейцарских, и русских некоторых политиков, российских, его бы утопили, значит, не могут, а значит, знаете, как говорят на Кавказе, мне это слово так нравится иногда употреблять, красавчик. Вот он для меня прям вот такой, прям красавчик. Будут ли у нас в России? Я думаю, что будут. Это одна из таких очень интересных рычагов влияния, такой, знаете, инструментарий для того, чтобы влиять на того или иного политику. Просто мы пока этого не до конца используем. Скорее всего, папки компромата с подобными историями, они уже есть, они копятся, но ждут своего времени. Когда-нибудь, наверное, мы тоже будем вовлечены в сексуальные скандалы у того или иного чиновника. Пока, видно, это не особо востребовано, вот, и России это не грозит в ближайшее время.